я понимаю ну вот мы увидели этот пост на фейсбуке и все потребовали 30 тысяч человек уже на фейсбуке высказалась поддержкой мины вот господин Радутский мы узнаем прекрасно возглавляем комитет верховно-радостного здравоохранения может быть что-то он нам расскажет с докторами из фаренгина в начале тэш я николай николаевич я вас витаю хочу вас запитать что на самом деле знаете что зараз пловите в конекарной медицине Как мы живем, живем. И что для нас делать реформа, что она уже сделала по первой ланце. И что ждать по-другому. Вы с микрофона или с микрофона? Спасибо, что вышли. Спасибо, господи. Я не мог не выйти. Мы с ним вчера напомнили, что я до вас выйду. На жаль, у меня нет сегодня, вот именно сегодня. С Миколаем приветствовать нет. Ну, на жаль. Ну, желание есть. Пожалуйста, господи, господи, если что-то не скажу, то дальше. Доброе утро. По-друге, что касается реформы. Ну, что-то было правильно, я это уже сказал, не буду повторять. Что касается жахливой зарплаты, поверьте, знаю. Даже знаю, что это не только в Киеве, она тоже не очень хорошая, она немного больше, но уже не скажешь, что происходит на местах. Приехал, ну, примерно по всей Украине. То, что я могу вам пообещать, что в планах сьогодні и комитета, и уряда есть закон про невыдкладную допомогу. Про экстрингу, извините, невыдкладную я уже не знаю. Про экстрингу цей закон есть. Він принятый президентом до першочеркового розгляду в порядок денному. И в этом законе есть уже, хотя бы по экстрингу, есть вопрос. Одно из главных положений законов – это увеличение зарплаты. Что касается медсистемы. Шановне, мы тоже понимаем, что сегодня в Украине не хватает 60%. И проблема не в том, что им нет где работать, или они не папы. Проблема в том, что они лучше сидят дома на пособе. Воно так же самое, как зарплата на сегодняшний день. Это, понимаем, эта проблема не возникла, на жаль, сегодня. Единая ее изменена – это перейти на другие. Я понимаю, что сейчас будут доказать, что реформа плохая, что ее нужно поменять. Но, женой, такая самая низкая зарплата была и до реформы, на жаль. И еще в 47-м году я повторю, может кто-то слышал. Сталин, когда сказал… Это политинформация. Подождите, это политинформация красивая. Вы скажите, их требования правильные. Если они правильные – механизм реализации. Не-не, это политинформация. По деловому, до сейчас. Давайте я до вас повернусь и буду сказать. Вимоги лекарей, медсестер, молодшего медицинского персонала, не хочу сказать это слово «санитарка». Они есть. Вимоги. Не можно сказать, что их не можно выполнять. Их нужно выполнять. Их не можно выполнять. Вот так вот, знаете… А почему? А почему? А почему не можно выполнять? Потому что на сегодняшний день… Такая самая ситуация… Это год. И я с этого начал. Но мне сказали, что это политинформация. 28 лет – так было. Но сегодня… Та низка законов, которая планируется… Сьогодни 10 законов… На жаль, Собою не взял. Сьогодни голосуются два первых. По невидкладным. Далее идут 8 законов. Президент их подает от себя. Чтобы они были, как говорят, в втором режиме. Это в поезднице. Там зарплата… До речи, сегодня голосуются. Зарплата водярів швидкою. Зарплата персоналу швидкою. Підвищение. Это сегодня 24-28. Будем… Дивите, «Слуга народу» точно даёт 250 голосов. Это будет сегодня голосовать. Они могли бы выступить в Верховной Раде? Нет, нет. Они могли бы выступить в Верховной Раде? Это было больше правильным. Я задам вопрос. Дивите, я не могу решить вопрос. Я не могу просто… Хорошо, мы вас вслуховываем. Спасибо. Что касается экстренки. Это законопроект поданный. До речи, готовился МОЗом. Треба отдать належное. Этот закон готовила Верховная Рада. Готовав сегодняшний МОЗ. Что касается второго уровня медической помощи. Это как раз же медсестры, в первую очередь. И лекаря. Там, с 2 октября, как бы нам не заважали. Вы видели, то иди марш, когда одни люди пошли и говорят, что теперь у вас ничего не выйдет. Президент дал слово, поэтому оно выйдет. И нам не надо поддаваться. Оно будет сделано. Но с 2 октября начнется совсем другим финансированием. Потому что если финансировать так, как финансировали за остальным принципом, ничего не изменится. Будет не 5 тысяч, а 7 тысяч. Вы считаете, что 7 тысяч – это зарплата для медика? Нет. И я так считаю. Прошу. По реформе получается так, что когда финансы передаются, так как созданы КНБ, сейчас на месте вырешивают главный лекарь района Рада, сколько вам платить? Получается, что в Украине будет в всех местах разная зарплата. И у нас есть у вас пропозиция. Почему не створить одну тарифную сетку однаково по всей Украине? Можно ответить? А уже от того вычтолковаться. И что ця тарифная сетка в этой зарплате в этой зарплате не было ниже минимальной зарплаты. А согласно закону про зарплату работы, от нас идут вимоги, которые мы хотим заплатить. Я могу их соби забрать? Да, да. Мы вам передаем. Дозволите ответить? Дозволите ответить? Ну, по-перше, молодого персонала, где же тысячу гривень – это за мало. Это минимум. Я бы все это изменил. Дай Боже! Что касается гранической ставки? То, что меньше минимальной не может быть, если человек работающий должен получать больше. Это вообще наоборот. Понятно, я же не говорю, что вы не получаете. Что касается трех вещей, одну параду там, а две вещи, которые будут законодательствовать. Так что вы говорите, так будет сбережена базовая ставка, должно быть по всей Украине однако. Да, правильно. А далее, должно зависеть от лекаря, от медической сестры. Да, да. Если вы до нее хотите идти, до лекаря, до медической сестры, она и медическая сестра, и лекарь, должны получать больше. Главный лекарь не сможет это сам в штучном режиме реагировать. Но это почему не сможет? Потому что сегодня есть, НССУ запускает 2 октября, где вы, каждый из вас, будете видеть свою черту, свои возвращения к себе лично. Это не закрыта информация на доме реестра. По-третьему, там было много критиков по закону 24-45. Это самовредование лекарских профессий. Там действительно есть очень конструктивная критика. Есть критика феодальная, как вы говорите, главных лекарей, которые видели, вместе с деякими держслужбовцами, что это в них собирается важный влияние на вас. То этот закон все равно, сейчас договорились так, что закон будет загальный, там сняли все законы, он делает единый. Что даст именно вам? Она даст вам, вам керувати главным лекарем, а не главному лекарю вам. Главный лекарь... Никакие девочки, подождите, подождите секунду. Вы спросили, я пытаюсь ответить. Вы можете с этим согласиться, а не согласиться. Главный лекарь – это менеджер. Это лекарь, который должен обеспечить вашу рабочую... Это человек, который должен обеспечить вашу рабочую место, финансовую дисциплину, своевременное поддание света, закупивания, честные закупивания, будем так сказать, а не решать какие-то свои вопросы. Что касается лекаря, его обеспечения, его... как правильно сказать... подвищение квалификации, это уже личная справа лекаря. Если он не будет, хотя бы дистанционно, не сплачивать в дозу нести 100 или 100 долларов за категорию, а он сам мает дистанционно набрать баллы и показать, ось мои баллы, дайте мне категорию. Это в этих законах есть. В этих законах вводится то, что теперь дозволь на работу даёт не МОЗ в медику, даёт самим фаховую асоциацию. И, до речи, медичные сестры, Катерина, я на жаль призвища не помню, я в МОЗе... Да. Вона подготовила, в этом законе окременно будет медичная палата медических систем. Так само, и в целом, в свете медичная сестра больше, как сказать, понадобится системе, чем векарь, да? Бо сестра выполняет основные речи в подушении пациента. У вас будет своя асоциация, так само, в медических сестрах будет увеличение квалификации, так званая, да, дистанционная освета, вона будет тоже. Что может быть? В адвокатуре такая же история была. И там что произошло, и мы чего боимся. И сейчас сделаем эти зауважения, что адвокаты скажут, а уже на рынке достаточно адвокатов, мы дадим тебе больше лицензий, и ты нам уже не потреб. Чтобы этого не было, в МОЗе остается только апелляционный орган, что если вы в своей палате в асоциации не получили дозволь на работу, а желаете, что ваш факт вам это позволяет, то вы можете обратиться к апелляции, к МОЗу. Но вся влада по лекарям, по аттестации, по всему, она идет к вам в медической асоциации. На какие гроши это будет? Медичные сестры, только что сказали, это отдельный палат. Нет, я бы про вторинку сказал, вы не уважно чули, а можно было бы, чтобы она выступила? Мое бачение, можно сказать? В связи с тем, что нас все поревняют с Польшей, что люди идут в Польшу работать, то давайте я не поревняю буду озвучивать, что я считаю, это не обещаю, не все от меня зависит, но я считаю, что медичная сестры в Украине должен получать не менее 700 евро, не менее 700 евро, лекарь не менее 1,5 тысячи, и фаховый лекарь, русский специалист, а по геруху, не менее 2,5 тысячи. Это я считаю, это я так считаю, это я не могу вам прообещать, на жаль, но все для того, что я должен сделать, и сделать это можно только за втеки не поднятию тарифную сеть, а только за втеку изменения финансирования. До того, еще додается, сегодня будет проголосовано, сегодня, я имею в виду, в цей час, будет проголосована співоплата и доплата. Разумеете, что это такое? Чи нет? Нет. Нет. Андрей Васильевич сейчас объяснит, пришел заступник министер. У вас стабильный путь в Украине, вы для всех подготовите? Я считаю, что базово ставка, на тариф, ну, мне так не подобается эта тарифная сетька, базово ставка по всей Украине, для всех пакетов має бути однакова. А далее, это уже залежит от фака. Если до вас стоит чек, то вы должны получать больше, чем до такого чеку. Вот было зручлено с такими шарпатами, на коробезь какого часа вы думаете, сделайте деньги для нас. Дякую. Можно ответить? Посмотрите, президент Украины когда шел на свою посаду, он дал обещанку, и я, в этой команде, что мы идем только на один термин, никаким другим термином никто не залишаться не собирается. Поэтому у нас есть максимум на все, не только на зарплаты, а на все, что у нас есть, у нас уже меньше 4 лет. И я могу сказать, что до конца термина президента Зеленского мы в своем программе обещанке будем намагаться и я думаю, что у нас это выиграет. Я хочу сказать, что вы не против Зеленского малого и выигрыша но мы не против Зеленского а я знаю, что вы не против Зеленского вы за себя вы понимаете, как медицинно находиться в каком-то стане и чтобы заучаствовать в меди и вы проведете все. Спасибо. И что дозволите, Антон, одну минуту. Что касается вашего проехания, дозволите представникам вашей медицины выступить в Верховном районе. Я считаю, что это очень сложно. Единственное у меня вопрос, Антон, я так понимаю, больше вы умеете оформить это все. Мне нужно официальный лист на Розунково, бо есть порядок. Моя спикер предлагает дать позволь на это. Как только вы мне передастали лист, я думаю, что мы организуем выступ представников тех, кого я сегодня вижу. Вы выберете, кто сам. Все другие могут подняться на балконе и там поддерживать. Я вам обещаю, что я запрямлю его звуково, чтобы он дал такой доступ. Еще один вопрос, пожалуйста. Хотите, чтобы вы обещали мне все. Я знаю, что это будет тяжело, но обещайте. У нас же глава комитета. Первый номер – это защита. Защита, как вам корма. Вот вы читаете на ютейбук, я думаю, что многие медсестры побоялись ехать, потому что главачи сказали «Увижу». Нет, нет. Главачи сказали «Увижу», по перевизору, что ты на митинге и что ты на новое лечение. Это законно будет? Это не законно. Не законно. Если вы прогуляли, то... Мы не прогуляли, мы в средний день. Нам надо защитить. Дайте. По-первых, давайте мы сейчас под камерой станем перед нами со стен, и вы скажете мне, который главный враг смогли позволить этих людей после фото с мной. Это я вам офицаю. Очень хорошо. Второе. Что касается безопасности. Я считаю, лучше, чем вы сами, если вы сами, вас никто не запустит. Поэтому литинство и самовлечения медицины это самый лучший закон. Кстати, еще один закон, который будет в рамках закона по самовлечения это обовязковый страховка профессиональной безопасности медицины. Это тоже самый лучший запуск. Я считаю, он не лучше не запустит. Это литинство. Кстати, у вас есть непоганая аппортация у нас доедалась. Я не знаю, какую донюю я считаю, что оно очень важно.